Всем привет! Недавно я всё-таки посмотрел фильм Константина Хабенского «Собибор» с Константином же Хабенским в главной роли. Меня давно просили посмотреть и прокомментировать, что по этому поводу думаю, руки всё никак не доходили, и вот теперь дошли. И вот, что я по этому поводу думаю. Во-первых, это, конечно, вообще не претензия к фильму, это вопрос к тем, кто выдавал прокатное удостоверение. Дело в том, что на афишах всюду написано, что этот фильм с возрастным рейтингом 12+. Товарищи, вы серьёзно про 12+, давайте уж тогда криминальному чтиву влепим возрастной рейтинг 6+, ну а что такого, там чпокают негра в задницу, тут 500 простреленных бошек, раскроенная топором голова крупным планом и 80 голых девок разного возраста за весь фильм. Ну это как-то для 12+, по-моему, крутовато, уж так-то уж, если по-честному, хотя, конечно, Бог его знает, какие у нас теперь нравы, у детей 12+. В общем, по-моему, надо аккуратнее. Теперь про само кино. Вот много обсуждали фразу Константина Хабенского, которая была сказана им в интервью насчёт того, что он хотел показать, как советский человек превращается, наконец, в нормального человека. Я много внимания специально этой фразе уделять не буду, потому что, во-первых, уже много кто о ней говорил, во-вторых, эта фраза много говорит сама по себе о состоянии сознания Константина Хабенского, но почти ничего не говорит о его фильме, а говорить-то мы собираемся именно о фильме. Поэтому данное высказывание в основном, конечно же, на совести автора. Мы на нём специально останавливаться подробно не будем. По-моему, чё там уж останавливаться, всё и так ясно. Во-вторых, если кто не знает, Константин Хабенский заступил на должность режиссёра фильма не с самого начала процесса. Там была довольно мутная история с заменой режиссёра, и режиссёр должен быть другой. Это его не просто дебют, а дебют ещё и с середины процесса. Поэтому каких-то особо строгих художественных претензий Константину Хабенскому как профессионалу предъявлять было бы нечестно, потому что, во-первых, он не целиком делал этот фильм, с середины процесса заступать очень тяжело, это раз. Во-вторых, у него режиссёрский опыт состоял в съёмках одного короткометражного фильма до этого, если я не ошибаюсь. То есть он актёр, причём актёр неплохой, но режиссёр он никакой, у него нет специального режиссёрского опыта, а это очень специфический опыт. Ну а теперь поехали. Фильм про концлагерь с возрастным рейтингом 12+. По поводу концлагеря – краткая историческая справка. Первое – концентрационный лагерь – это всего лишь термин, который обозначает место, где концентрируют людей. Уж как и для чего – это вопрос отдельный. Поэтому само по себе слово не несёт в себе изначально никакой отрицательной или положительной коннотации, это просто место для концентрации людей. Это уже потом. Обстановка в истории сложилась так, что когда мы говорим «концлагерь», мы сразу говорим конкретно «фашистский концлагерь». Это очень нехорошее место и отвратительная историческая практика. Но изначально такого не было. Изобрели концентрационные лагеря не очень понятно кто, потому что за пальму первенства борются американцы, которые помещали пленных в войне севера и юга в концентрационных лагерях, или англичане, которые делали то же самое во время Англобургской войны в Южной Африке и тоже помещали пленных в концентрационные лагеря. Как бы то ни было, идея оказалась очень сытная, и за неё взялись двумя руками все, кто буквально мог. Вот тут с либеральными убеждениями зритель должен завопить – ага, а у Сталина-то тоже были концентрационные лагеря, я сам читал в Википедии – значит Сталин и чуть не лучше Гитлера. Докладываю для детей природы специально. У нас даже термин, да, употреблялся – концентрационный лагерь, но он сам по себе не значит буквальным счётом ничего, кроме того, что этот лагерь служит для концентрации людей в одном месте, как я уже говорил выше. Термин может быть один и тот же, наполнение его может быть самое разное, потому что вот мы говорим Т-34 – это танк, БТ-5 – это танк, и Королевский Тигр – это тоже танк. Когда мы говорим «танк», нужно чётко понимать, что внутреннее конструктивное наполнение у всех трёх единиц будет категорически очень сильно не похоже друг на друга. То же самое с концентрационным лагерем, потому что даже в нацистской Германии концентрационные лагеря отличались друг от друга, потому что обычные концлагеря нужны были для того, чтобы пленные там работали в первую очередь. Работали они там, конечно, ломовым, патагонным способом, с такими нормами питания, что смертность была просто чудовищной. А были лагеря уничтожения, где людей собирали именно для того, чтобы их уничтожить по той или иной причине. Так как уничтожение шло в промышленных масштабах, а особенно с 1943 года, когда война для немцев пошла не так, как они планировали изначально, ну дальше, конечно, приобрело ещё большее значение, оказалось, что это очень непростая задача – уничтожить несколько тысяч, несколько десятков тысяч человек буквально промышленным способом, потому что одно дело расстрелять одного человека, 10 человек, но когда речь идёт на сотни и тысячи, их нужно каким-то образом утилизировать, каким-то образом хоронить, перерабатывать. Нужно, чтобы люди, которые этим занимаются, в конце концов, не подходили с ума, не перестреляли друг друга, вовремя получали зарплату, питание, а самое главное, чтобы приличные люди в нормальных германских городах не сильно расстраивались от того, что у них происходит, так сказать, за кадром. Поэтому организация концентрационного лагеря уничтожения оказалась непростой задачей, которой занимались специальные люди. Так вот, Себи-Бор – лагерь на границе, недалеко от границы СССР и Польши, соответственно, с польской стороны, если не ошибаюсь, в Люблянском воеводстве, короче говоря, можете посмотреть на карте, это несложно найти, это был именно лагерь уничтожения. Хотя, конечно, перед тем, как уничтожить, люди всё равно должны были отхватить свой кусок непосильных работ, правда, в основном на пользу конкретной лагерной администрации, самого лагеря и поставленных перед лагерем задач. Вот об этом-то заснял фильм Константин Хабенский. Надо сказать, забегая чуть-чуть вперёд, об этом я расскажу ещё отдельно, фильм про Себи-Бор далеко не первый, потому что, во-первых, был документальный фильм про Себи-Бор, во-вторых, в 1987 году режиссёр Джек Голд заснял телевизионный фильм «Побег из Себи-Бора», где играл в главной роли Рудгер Хауэр, он играл, собственно говоря, того, кого сыграл Константин Хабенский, героя «Себи-Борского побега» Александра Печерского. А вот эти фильмы оказались очень заметно связаны друг с другом. Как? Как я и говорил, расскажу позже. Пока же, собственно, к самому киноповествованию нынешнего года. Начинается фильм с эпиграфа. Эпиграф меня откровенно удивил. «Кто может запретить креститься водою тем, кто, как и мы, получили святаго духа». Это фраза из Деяний апостолов, глава 10, прошу прощения, стих 47-й. Сама цитата дана по-русски, ссылка на Деяния апостолов почему-то на латыни, а всё это вместе предваряет фильм, который примерно на 99,9% посвящён евреям иудейского вероисповедания. Как это всё связано? Я вообще не понял. Это у нас такая теперь традиция, которая была богато открытой фильмом «Викинг», когда перед фильмом даётся заумная цитата, которая никак не связана с повествованием. Вот, например, рассказывая про скандинавских наших первых правителей Руси, нужно было дать обязательно цитату, которую якобы сказал Мао Дзидун. Не знаю, говорил ли точно, но якобы сказал Мао Дзидун. Тот фильм про иудеев почему-то эпиграф из Деяний апостолов. Как это связано, повторяюсь, я вообще не понял. Ну да ладно, не понял, так не понял. Весь фильм сюжетно очень простой, я бы сказал, даже слишком простой. Т.е. группа евреев попадает в концлагерь Сабибор, где их сразу начинают мучить, убивать, пытать. Ну и они с местными членами подполья так или иначе весь фильм планируют побег, т.е. весь фильм порезан на несколько смысловых секций, которые как рапорты, например, при украшении тканей или обоев, чётко повторяясь, идут друг за другом. Это прибытие евреев, пытки, разговоры о побеге, снова расстрел и пытки. И потом всё повторяется опять с некоторыми, я бы сказал, косметическими добавлениями или убавлениями. Разговоры о побеге, пытки, расстрел и ещё раз, и ещё раз, пока, наконец, если я не ошибаюсь, за 24 минуты до конца фильма подполье во главе с Александром Печерским наконец не приступает к исполнению плана побега. И вот из двухчасового фильма 24 минуты – это постепенное осуществление плана побега и сам побег. Начинается всё с того, что прибывает в лагерь, как я уже говорил, группа евреев, кажется, из Парижа. На всё это смотрит какой-то непонятный нацист. Судя по тому, что у него один ромб в петлице, это всего лишь унтершарфюрер, т.е. сержант, он смотрит на всё происходящее, там какие-то евреи настраивают скрипки и виолончели для того, чтобы встретить своих собратьев радостной музыкой в концлагере. А вот почему-то унтершарфюрер, т.е. сержант по-нашему, смотрит на всё это и говорит… Т.е. формально истерикует. Переводчик нам сообщает, что как эти грязные животные могут креститься из грязной реки, хотя, впрочем, так им и надо, потому что это животные, им только из грязной реки и креститься. Опять же, я не очень понял. Во-первых, это эсэсовец, ему, казалось бы, про христианское крещение рассуждать было бы странно. Ну, допустим, хорошо, пускай он рассуждает про христианское крещение. Иудеи тут при чём? Там целый поезд приехал с жёлтыми звёздами шестиконечными. Вот причём тут иудеи, и христианское крещение. Я вообще не понимаю, это первое. Во-вторых, почему этот унтершарфюрер, т.е. сержант, бьётся в истерике в присутствии начальства, там сидит человек, который его на два звания старше, и почему он его никак не одёргивает? Ну, это служебные взаимоотношения у лагерной администрации – это просто огонь, субординация там практически отсутствует. Т.е. как бы ни относиться к войскам СС, и особенно к тем, кто охраняли концентрационные лагеря – это же были армейские части, в которых люди проходили сначала некую учебную подготовку и только потом поступали на службу, т.е. они знали, что такое военная дисциплина и субординация, т.е. так себя вести они просто не могли, потому что это уже не военная часть, это какие-то разложившиеся партизаны в дребезги. По поводу внешнего вида всех тех бравых вояк – это вообще отдельная история, потому что там нет ни одного нормального мундира вообще, на всех всё сидит, как на корове седло. Кстати, посмотрите телевизионный фильм, а не полнометражный фильм современный, вот 1987 года, и сравните, как там на людях сидят военные мундиры, как они пошиты, на что похожи люди, которые с иголочки правильно одеты в правильные военные мундиры? Это сидит, не сморщившись-то, подогнанно по фигуре, видно, что человек умеет его носить. Тут ничего похожего вообще, вот эти все, так сказать, немецкие военные, ну это я даже не знаю, это вот каких-то людей вот взяли за соседним углом, выдали им какую-то форму и попросили сниматься. При всём уважении к актёрам я понимаю, что это не их задача, тем не менее, выглядит немножко странно. Ну это так, к слову, в общем, к основному повествованию это отношение прямого не имеет, тем не менее, я как заклёпочник и любитель пуговок не мог такого не отметить, выглядит противно. Кстати, буквально в первых же кадрах из поезда выходит очень красивая такая темноволосая девушка, которая, видимо, то ли гражданская жена, то ли жена одного из только что приехавших евреев, она присутствует на рекламном постере к фильму, вот впереди Хабенский, ровно по левую руку от него эта замечательная брюнетка. Так её тут же убивают, она не успела приехать, мило побеседовала со своим мужем, после чего их развели мужчины в одну сторону, женщины в другую, после чего все женщины оказались в душевой, куда пустили удушающий газ, видимо, тот самый знаменитый «Циклон-Б». И они все умерли, кстати говоря, в голом виде, что ярко говорит о том, что это фильм с возрастным рейтингом 12+. За ужасной смертью заключённых через специальное окошко в стене наблюдает Конор Маклауд, постаревший изрядно, т.е. французский актёр Кристофер Ландерт. Вот этот момент взят чётко из Википедии, которая цитирует воспоминания одного из заключённых, которые были написаны много лет спустя после этого самого концлагеря, что там якобы была душевая, в которую заводили по 800 человек людей, потом пускали через душевые отверстия газ, все страшно умирали, там не было окон, кроме одного окошка, через которое какой-то фашист наблюдал за их мучениями. Я, конечно, не специалист по массовому уничтожению людей, не дай бог мне быть таким специалистом, какая-то тема от меня далёкая, но сразу возникает несколько моментов, потому что, во-первых, если это необорудованное помещение, т.е. это нечто, что представляет из себя душевую на 800 человек. Во-первых, вы представляете себе душевую на 800 человек, вот куда можно загнать 800 человек одновременно? Ну так, если прикинуть, это должно быть какое-то такое помещение размером с бассейн плавательный. Потом помещение 800 человек одновременно в одно помещение неминуемо вызовет вопрос у этих самых людей, они начнут волноваться, начнут пытаться оказывать сопротивление, возможно. Это проблемы, зачем это? Это второе. Третье. Вот у нас есть такая страна, Соединённые Государства Северной Америки, там в некоторых штатах до сих пор казнят при помощи газовой камеры. Эта газовая камера представляет из себя сложнейшее инженерно-техническое сооружение, сложнейшее, с герметичными окнами и дверями, с системой вытяжки, с системой дегазации, короче говоря, это очень непростое сооружение. Вот где это непростое сооружение? Например, на территории Собибора, оно не может исчезнуть, вот просто никак. Ну а если у вас 800 человек травят газом, то значит этот газ останется в помещении, если там нет, повторяюсь, специальных оборудованных средств для удаления этого самого газа. Ну бог с ним, если вы потравите не 800 евреев, а 1600 евреев. Но если у вас начнут дохнуть представители немецкой администрации, это будет скандал, кому это надо? Поэтому, конечно, такой способ уничтожения у меня всегда вызывал большие вопросы. Возможно, это было не так. В фильме, конечно, выглядит предельно отвратительно. Вот пришли голые девки, им через душ пустили газ, за всем этим смотрит Кристофер Ламберт, его подчинённые примерно так метрах в трёх у него за спиной спрашивают друг у друга, как ты думаешь, это его заводит или уже ничего не помогает? И вот это вот задаёт тон буквально всему фильму. Когда ждёшь драму про концентрационный лагерь, конечно, лёгкого фильма ожидать глупо, тема слишком жуткая. Но вот это вот выглядит просто отвратительно, противно, омерзительно, тошнотворно, но не страшно, потому что приехала какая-то женщина, её запустили в газовую камеру и тут же убили предельно зверским способом перед глазами гнусного нациста. Вот кто эта женщина? Я её вообще не знаю. Я зритель в кино, я не могу её в полной мере сопереживать, потому что это просто вот такой двухмерный образ, который появился и исчез. Зачем он появился и зачем он исчез? Для того, чтобы продемонстрировать зверство нацистов? Довольно странный способ, прямо скажем, потому что показывать зло напрямую сразу – это большая ошибка в драматургии, нужно же хотя бы немножко было накалить обстановку для этого. Режиссура вся построена на том, чтобы накалять обстановку, усиливать обстоятельства. Вот никаких у тебя обстоятельств. Приезжают евреи, их тут же убивают. До того, как зритель успел проникнуться и сочувствием к ним, и неким саспенсом. Потому что я не открою секрета, товарищи режиссёры отечественные, что какой бы жуткой тема ни была, наша задача не декларировать её, а показать её действием в фильме. Т.е. сопереживать мы можем живому человеку, а любое изображение человека на экране – это двухмерный образ, это неживой человек, мы отлично знаем, что это актёр. И после сцены в газовой камере он выйдет, оденется, примет душ, или сначала примет душ, потом оденется, и пойдёт кушать кинообед. Нам нужно проникнуться в драматургию момента, а мы тут не проникаемся ничем – появились евреи, их тут же убили, всё, точка. После чего появляется наконец у нас в полный рост лейтенант Александр Печерский, которому евреи сообщают, что уберите русского из помещения, а он немедленно снимает штанель и говорит – я такой же еврей, как и вы, вот посмотрите, как у меня это всё красиво обрезано. Это вообще отдельный момент. Кто такой Александр Печерский? Александр Печерский – да, этнический еврей, сын адвоката, проживал в Ростове-на-Дону, был электриком на паровозном заводе, в 1941 году был призван в армию, если не ошибаюсь, получил звание инженера интендантской службы, которая соответствовала лейтенантскому званию в пехоте, в строевых войсках, и в районе октября 1941 года попал в Вяземский котёл, где его взяли в плен, переболел брюшным тифом, пытался сбежать, попал в штрафной лагерь, оттуда его перевели в Минск, и уже потом из Минска перевели к 1943 году в лагерь уничтожения Собибор. Во-первых, Константин Хабенский не выглядит человеком, который попал в плен два года назад – это как раз речь про октябрь 1943, он попал в октябре 1941. Вот за два года, я думаю, тем более, учитывая, что он переболел тифом, обращались с ним, естественно, нехорошо, особенно после того, как он пытался сбежать. Так вот, он не выглядит человеком, который пробыл два года в нацистском плену, он выглядит как неплохо себя чувствующий, нормально питающийся современный мужик, которого просто зачем-то вымазли грязью с головы до пят. Вот он здоровый, грязный мужик, как бы всё. Не видно, что он плохо чувствует себя, совсем не видно, наоборот, видно, что он отлично себя чувствует и с удовольствием играет свою роль, делая страшные лица, таращась злобно на администрацию в лагере, наоборот, не злобно, а сочувственно на своих товарищей по несчастью. Это, конечно, выглядит не очень достоверно. А самое главное – абсолютно не показан тот факт, что Александр Печерский был советским лейтенантом. Я, конечно, всё понимаю, теперь это не модно вспоминать, но мы не можем из этой истории вырезать того факта, что это был советский лейтенант, причём не из строевой пехоты, не из каких-то суровых разведчиков войск дяди Васи Маргелова, т.е. воздушных десантников, не морской пехотинец. Это просто человек, электрик из ДПО, который прошёл срочную службу в Советской армии, точнее тогда ещё рабочей крестьянской Красной армии, потом был призван в действующую армию во время войны отдавать воинский долг Родине. И вот этот человек, вот электрик, он сумел организовать самый массовый побег из концлагеря. Они, кстати, говорят, что единственный – не единственный, далеко не единственный, но это наиболее успешный именно массовый побег, и в таком размере он в самом деле единственный. Это организовал советский электрик, вот по факту. Да, он был этнический еврей, но как мы можем вырезать из его истории то, что он получил военное воспитание и вообще воспитание в Советском Союзе? Даже когда мы смотрим старый фильм «Побег из Собибора», снятый 31 год назад, там эта тема не может быть исключена, и она там нам показана – это советский человек в исполнении, правда, не советского человека, но очень талантливого актёра Рудгера Хауэра. Но тут нам об этом ничего не говорят, там упоминается пару раз, что он какой-то там командир, какой-то офицер, ну да, из Советского Союза, и даже один раз упоминается слово «Сталин». Представляете? На этом всё. По фильму Константин Хабенский в лагере сидит уже давно, и мы просто видим некоего страдающего еврея в лагере. Кто он такой? Да, нам сказали, он какой-то красный командир, который попал в плен. Но какая за ним стоит история? Он периодически бормочет, что вот он пытался кого-то освободить в Минске, доигрался, значит, в Бога, из-за него погибли люди, и он теперь страдает. Это что, всё? Очень мало в кино сказать несколько фраз об этом, и даже много фраз об этом сказать мало. Нужно показать действиям этого человека. Действия в этом человеке нет, ну почти никакого всю первую половину фильма. Да, его периодически уговаривают возглавить восстание. Он страдает и говорит, ой, я подумаю, я не знаю. Периодически трудится на каких-то непосильных, якобы непосильных работах. О работах – это вообще отдельная история, я подробно остановлюсь, чуть позже. Там у него случаются некие сердечные отношения с какой-то девушкой, которая тоже приехала немножко посидеть в концентрационном лагере. Девушка тоже, кстати говоря, не выглядит, мягко говоря, измождённой. Выглядит красивая девушка, словом, такие щёчки у неё есть, в общем, отнюдь не узник Бухенвальда или Собибора, если мы сейчас говорим о Собиборе. Во время этих романтических отношений у них случаются крайне странные диалоги. Вот девушка говорит, «Зачем вы себя мучаете? Так нельзя». Так я хотела сказать, девонька, это концентрационный лагерь, здесь не мучаются, здесь мучают. Константин Хабинский поясняет, почему он себя мучает. «Чудес от меня ждут, я в Минске поиграл в Героя спасителя, погибли люди, а я живой, я всё, доигрался». И тут девушка отвечает, «Бог спасёт, только не надо ему мешать, Саша, надо просто терпеть и верить». Ну а Хабинский, конечно, офигел от такого и молчит, потому что в самом деле, ну если осталось только терпеть и верить, ну да, это хороший рецепт. После чего в лагерь приезжают некие гости, скажем так. Гости выглядят как группа молодых эсэсовских офицеров в противогазах, зачем противогазы, правда, я так и не понял, которые стреляют в воздух поверх голов всего честного присутствия, и начинается безумная макабрическая пьянка. В ходе этой макабрической пьянки эсэсовцы катаются на евреях, как на конях, запрягая их в телеге, непрерывно хлещут их бичами, поливают бухлом и поджигают сжигалками, заставляют чистить обувь уже умершим товарищам, засекают их насмерть, стреляют в них из пистолетов, а сами непрерывно, конечно, квасят. На всё это смотрит очень порочный Кристофер Ламберт. Вот зачем это всё, вы понимаете? Весь фильм нацистов показывают маньяками, садистами-убийцами, т.е. их показывают очень плохими, таким вот воплощённым злом. Но тут есть два момента, которые нужно чётко понимать. Нацисты, конечно, среди них были разные люди, типа маньяка Дерлевангера, но в среднем, и это самое страшное, это не были маньяки, это были просто люди, которые оказались в условиях вот такой системы. И это гораздо ужаснее, потому что маньяк и садист – это больной человек, в конце концов. Т.е. его можно ненавидеть, но нельзя забывать то, что это больной человек, это совсем не вполне его вина, вот то, что он делает. И самое главное, что садист – это человек творческий, он не сможет заниматься промышленным уничтожением людей, ему это быстро надоест. Ужас ситуации, повторяюсь, в том, что это нормальные люди устроили этот ад сотнями тысяч замученных, в том числе и евреев, хотя и не только, далеко не только. Славян, как выяснилось, замучили гораздо больше, чем евреев, но это ладно, оставим пока. А нам показывают, я повторяюсь, каких-то больных придурков, вот больных придурков. Вы знаете, от этих вот больных придурков только одноногий инвалид бы не убежал, потому что служба там не несётся, там ничего вообще не несётся, там только занимаются тем, что из имущества убитых людей выбирают себе красивые шмотки и бухают, но иногда ещё мочают евреев. Это не похоже на фабрику смерти, это похоже на какой-то пансионат для больных извращенцев, вот на что это похоже. Куда согнали обслугу, с которой обращаются плохо, впрочем, скорее всего, обслуги заплатили, она в курсе, куда она приехала поработать. Вот на это это похоже очень сильно, это не лагерь смерти, это второе. Третье – это уже вопрос к режиссуре и драматургии. Нельзя показывать злодея злодеем через то, что он выглядит омерзительно. Злодей не должен выглядеть омерзительно, он должен жутко поступать. Кино – это искусство действия. Мы не должны рассказать, что он плохой, мы должны показать, что он мерзавец, или что он опасный человек, или что он мерзавец, злой и опасный одновременно, или что он поставлен в такие условия, что он не может по-другому поступать и, в общем, против-то ничего и не имеет. Попытались устами Кристофер и Ламберт рассказать, как с ним случилось то, что он оказался начальником лагеря уничтожения. Якобы он любил девушку, а его отец был против их брака, потому что она была еврейка, а отец антисемит, и она его бросила и уехала в Америку. И вот теперь Конор МакКлауд возглавляет концентрационный лагерь, где убивают евреев, вот вас он убивает, вот вас убивает, потому что это я виноват, это мой отец виноват, отец виноват. Это всё, конечно, через истерику подаётся. Это не убеждает вообще, потому что нету поступков за Кристофером Ламбертом никаких, которые показали бы его частью огромной машины уничтожения. Его просто показывают конченным подонкам. Всё, он не пугает, он омерзителен, да. Пугает? Нет. Это ещё раз к тому, что в фильме нет никакого ужаса. Просто почему? Потому что ты не успеваешь проникнуться к героям никаким сочувствием. Там есть пара персонажей, которые пытаются играть, это мальчик-цыганёнок и муж еврейки, которая погибла в газовой камере. Вот он тоже сошёл с ума, и да, он хорошо играет, его в самом деле жалко. Но это вот люди, которые действуют, другие люди не действуют. Потому что в реальности Александр Печерский, оказавшись в лагере, сразу вошёл в контакт с подпольем и стал возглавлять его, планируя побег. В старом фильме с Ульгером Хауэром там показано планирование этого побега, это же самое интересное, и, кстати говоря, самое волнительное. Как они делали самодельные ножи, прятали их от администрации. Как они разрабатывали план, кто куда пойдёт и где будут убивать представителей охраны. Тут вот и всё начинается, повторяюсь, за 24 минуты до конца фильма. Вот менее получаса из двух часов, наконец, Хабенский после этой ужасной пьянки в исполнении эсэсовцев соглашается, ну да, так уж и быть, возглавить это подполье и организовать побег. Побег организован замечательно. Так, ты заманишь этих двоих в мастерскую к портным, ты в мастерскую к ювелирам, ну а остальных как-то убьём ещё, причём как, вообще ничего не понятно. Чем, опять вообще не ясно. Вот такое впечатление, что в концентрационном лагере можно было спокойно достать любое оружие и расправиться с охраной. Если бы так было, они бы все разбежались, однако так не было. Ну и да, дальше начинается массакр, убивают охрану, разбивают им черепа обухами топоров, это всё муссируется, всё это показывается, ну и потом постепенно начинает, собственно, побег. Побег – это, собственно, весь экшен в фильме, который должен происходить, который должен происходить как кульминация. Это люди вырываются на свободу. Вот в старом фильме с Рутгером Хауэром люди руками рвали колючую проволоку, чтобы вырваться этот забор, под огнём по им стреляли, они падали, умирали, зубами карабкались по этим заборам, вырывались на свободу. Здесь весь побег выглядит так. Хабенский стреляет в одного из часовых, во второго из часовых, воспользовавшись захваченным люгером, и говорит, побежали, 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 скажи им, чтобы они бежали. Ну и все бегут. И бегут вот так, чтобы не соврать, минуты три. Когда я говорю, бегут, я говорю, они просто бегут. Вот они, значит, на камеру ломанулись до забора, открыли ворота и побежали. Дальше у нас камера стоит сбоку, и в замедлении, в адском причём замедлении показывают, как все эти люди мимо проносятся. Периодически вот так вот снимая издевательские шапку над лежащим раненым Кристофером Ламбертом, который изображает Карла Френцеля, оберштурмфюрера, если не ошибаюсь, командира лагеря Собибор, который, кстати, во время этого побега выжил. Ну а как вы хотели, всё-таки горят, его так просто не завалишь. И вот они бегут мимо, ломают шапку и бегут дальше. По ним стреляют из пулемёта, бегут дальше, медленно бегут дальше. Причём в этом замедлении одноплановом очень хорошо видно, что это нормальные, обычные люди, просто измазанные грязью, всё, и плохо одетые. Это полный провал вообще всего того небольшого саспенса, ожидания какой-то кульминации, какой-то развязки, какого-то чуда, в конце концов, которое должно произойти в конце двухчасового фильма. Вот там провалено всё, что можно провалить, всё. Потом сзади начинают взрываться мины, хотя они должны были начать взрываться под ногами, эти мины, это же минное поле, которое защищало лагерь от побега со стороны предполья. Нет, они бегут, сзади почему-то начинают взрываться мины. И в конце концов, наверное, секунд 30 этот паренёк с большим носом, кстати, тоже очень неплохо играющий, прихрамывая, бежит по полю. Всё. Как можно было слить весь фильм, весь сюжет, повторюсь, небогатый, вот в такое я представить себе не могу. Борьбы там нет, нет борьбы за жизнь, просто люди куда-то побежали. Вот можно видеть спортсмены, как у нас сейчас гонка героев, там тоже всё, значит, перемажутся в грязище и бегут дальше. Вот это примерно очень похоже на то. Константин Хабенский, точнее его персонаж, должен выступать антагонистом этому абсолютному злу в виде начальника лагеря. И он пытается вроде бы по сюжету это сделать. Выглядит это так, что он периодически на него давит косяка. И сразу возникает вопрос, ну ты вроде как разумный человек, хочешь выжить для того, чтобы помочь выжить всем остальным. Зачем ты давишь косяка глаза в глаза начальнику лагеря? Сдаётся мне, что за такое поведение могли пришибить вот прямо тут же без дальнейших особенных рассуждений. Но нет, он раз за разом давит косяка на начальника лагеря. Потом у них, значит, наступает некий конфликт, который должны были бы показать. Константин Хабенский где-то работает вместе с другими евреями, причём работают они, они валят какие-то деревья, причём такие, знаете, вот толщиной примерно с третьих микрофонов, вот такие вот, в каком-то болоте, по колено в грязи. Зачем они их валят? Кто бы объяснил? Вот люди отстряжены на работы, зачем? Я вам скажу зачем, потому что в лагере Собибор планировался к основанию цех по переоснащению трофейного оружия, пересборки, починки, так, чтобы можно было отправить дальше на фронт и вошла, так сказать, дорогого отечества. Для того, чтобы этот цех построить, нужно было свалить много деревьев. Для того, чтобы сделать новые бараки, короче, какие-то постройки, вот они занимались заготовкой этих деревьев. На заготовку это, мягко говоря, не похоже. Это похоже, что они зачем-то что-то делают топорами и пилами. Причём зачем? Бог его знает. Это просто бессмысленные действия. И вот к этим бессмысленным действиям приходит Конор Маклауд в окружении других нацистов. Хабенский немедленно начинает на него смотреть, вызывающе, ну и доигрался. Ему Конор Маклауд говорит, вот тебе здоровенный пень, раскали его за 5 минут, если не успеешь, застрелю каждого десятого. Ну и чтоб вы думали. Костя Хабенский берёт топор и вот так ударов в 20 раскалывает. Всё. Вот это, я понимаю, противостояние. Почему мы должны думать, что ему это было сделать тяжело? Ну да, он размахивал топором, корчил страшные гримасы. Всё. Где чудо-то? Где это противостояние? Это просто один мужик поспорил с другим мужиком, что этот не расколет пень, а он взял и расколол. Ну это же элементарно. Ну покажите вы, что он на этих древозаготовках чёртовых с самого начала фильма находится, он уже не может, физически не может таскать это дерево, не может его валить, у него руки не гребут. Вот покажите за 30 секунд до появления Конора МакКлауда, что он пытался свалить дерево, и у него топор просто выпадал из рук при каждом третьем ударе. Вот он бьёт, топор вылетает из рук, всё. Он не может уже, он без сил, их там не кормят, там нормы натуральные же блокадные были. И вот появляется злодей и требует расколоть пень. И он его чудом раскалывает, это чудо. Он победил своего оппонента, полностью перешагнув через себя и через обстоятельства. Могла бы быть сильнейшая сцена, но её провалили, причём на ровном месте. Это мог быть сильнейший кадр, но его взяли и провалили, причём на ровном месте. Хотя, вроде бы, мизансцена-то совершенно прозрачная, но нет. Что хочется сказать в заключении. В фильме, конечно, не показано главного. Что концентрационный лагерь, да, безусловно, это вавилонское такое пленение, там масса разных людей из самых разных национальностей, объединяет их то, что они находятся перед лицом неминуемой смерти. Смерть эта должна исходить не от маньяков, а от механической системы, они попадают в машину переработки. Какие там конкретно люди этим занимаются – это вопрос уже конкретно второй. Факт в том, что это машина по переработке человеческого мяса. А то же знаете, что выходит? Оказывается, в концентрационных лагерях работали очень плохие, некрасивые, отвратительно выглядящие, живущие как свиньи, больные на голову немцы. А вот если бы там оказались, нормальные немцы, хорошие, вот не такие, как Кристофер Ламберт и его подручные придурки. Вот тогда бы в концентрационных лагерях-то, оказывается, всё было бы по-другому. Вот вывод-то такой. Вы представляете? Но ведь мы знаем, что не так. Не управляли этими лагерями больные люди, хотя, конечно, безусловно, там могли оказаться люди со съехавшей кукушкой, у кого бы она не съехала. Но ужас не в этом, я об этом уже говорил. И там оказывается советский человек, именно советский человек организовывает этот побег знаменитый, из которого, кстати говоря, большинство, естественно, не выжило, там 350, по-моему, человек сбежало, и то ли 53, то ли 57 в конце концов дожили до конца войны, но всё равно это очень много. Все, кто остался в лагере, отказался бежать, их всех уничтожили. И вот нам показывают, человек, который говорит, нет, я еврей, такой же, как вы. Но там сидели ж не только евреи в этом лагере, чёрт возьми, но даже если бы только евреи, его же попросили возглавить подполье не потому, что он тоже еврей, а потому что он лейтенант Красной Армии, а значит, как минимум прошёл срочную службу и уже прошёл некие шаги в воюющих войсках, т.е. он знает, как командовать, он знает, как организовывать процессы, он знает, как организовывать людей, он знает и может выполнить эти самые шаги, потому что он решительный человек. И вот Рутгер Хауэр именно так и выглядит, именно так и поступает в фильме 1987 года, а Константин Хабенский в течение полутора часов занимается тем, что натурально ломается. Это вот таким словом обычно принято называть – ломается, как девочка. Почему? Потому что ему плохо. Он говорит, ну возглавь, пожалуйста, подполье, я вот директор рынка, я могу организовать что угодно, но за мной люди не пойдут, а ты командир, с тобой пойдут. Это почти цитата. Он говорит, ну я подумаю. Почему вы себя мучаете? Ой, мне плохо, ой, мне плохо, у меня в душе какие-то мучения, какой-то диссонанс. Да блин, чувак, ты в концлагере, тебя завтра могут шлёпнуть, какие у тебя в душе могут быть мучения, ты что, жить не хочется? Дают тебе в сутки миску картофельных очисток с водой и кусок вот такого хлеба, разбавленного бумагой целлюлозным наполовину. Вот тут тебя душевные мучения-то, вот прям я понимаю, а? Какая сильная душевная организация у героя Константина Хабенского. И вот эта тряпка, оказывается, организовывает побег. Кто-нибудь в это верит? Вообще-то я – нет. Это выглядит недостоверно, и это выглядит глупо до предела. А самое главное, что это выглядит так, как будто вот взяли и так вот, хорошенько вдохнув, взяли и так вот харкнули в направлении настоящих героев этого самого лагерного подполья. И вот это уже выглядит по-настоящему противно, гораздо противнее, чем больные садисты немцы, которых показали в этом кино. Вот такие вот у меня мысли по этому поводу. Ну, а то, что Константин сказал, что он пытался показать в фильме, как советский человек превращается в нормального человека, ну, значит, вот такие вот мысли у Константина Хабенского о том, как должен выглядеть нормальный человек, как непрерывно рефлексирующая тряпка, видимо. Слава Богу, что советские офицеры и вообще советские люди, как правило, такими не были. Вот так. Вот только что вопрос поступил от Сергея – могли ли устраивать в лагере децимацию, стреляя каждого десятого по отсчёту так, что весь контингент сидит на корточках, а по ним ходят и стреляют, как по рыбкам в бочке? Такое, конечно, теоретически могло быть, я, правда, не знаю, было ли оно в реальности. Просто весь смысл этого самого лагеря было в том, что люди были крайне ослаблены и находились под чудовищным психологическим и физическим прессингом. Можно было из них сделать такое в самом деле – вот ходить и убивать каждого десятого. Они просто не смогли бы сопротивляться. У них нет оружия, у половины уже нет никаких вообще сил, они еле ходят. Другой вопрос – могли ли прятаться заключённые между какими-то бараками, общаться друг с другом? Ну да, конечно, могли, просто потому, что их было очень сильно больше, чем охрана. Это с одной стороны, с другой стороны, конечно же, там всё было организовано как в нормальной тюрьме, ну или в лагере, т.е. было построение, перекличка, режим, проверка этих бараков, кто когда где спит, шмоны, не спрятали ли они чего-нибудь там незаконного. Это всё, конечно, было, и ничего этого в фильме практически не показано. Там только один раз зашёл какой-то коллаборационист в чёрной довоенной форме, посмотрел себя в зеркало, сначала покидал Зигу в анфас, потом в профиль и очень довольный ушёл. У них зеркало в бараке висит, он в барак зашёл, зеркало в бараке в концентрационном лагере, зеркало стеклянное, из него нож можно сделать. Откуда там, блин, зеркало? Чушь собачья, вообще-то. Да. Про перебор золотых вещей. Это реально, нереально похоже на правду? Не похоже, когда сидят евреи и перебирают кучу золотых безделушек? Ну, естественно, контингент поступал в лагеря же не голый, он поступал в одежде с какими-то нательными крестиками, с украшением. Возможно, они, если из гетто выезжали, например, они из плена, они же выезжали с личными вещами. Естественно, после того, как убьют, эти личные вещи им были уже не нужны, их, естественно, отправляли в некие накопители, где сортировали, увозили в тыл и так далее. Волосами, как мы знаем, набивали подушки, из костей делали мыло и прочее. Поэтому, в принципе, ну да, почему бы этого не может быть? Там 10 тысяч человек приехало, там с половины по золотому колечку, что-то такое будет. Единственное, что там всё слишком вычурное, потому что там какие-то семисвечники стоят, какие-то браслеты, ожерелье, впечатление, что это не евреи приехали, а это вывезли 15 ювелирных лавок одновременно. В это, конечно, не верится. Но так, в принципе, сцена похожа на что-то такое, что теоретически могло бы быть. Там самое главное, что всё, что может быть похоже, оно похоже не на концлагерь, оно похоже на концлагерь, который показали в фильме с Ротгером Хауэром в 1987 году, т.е. его взяли, внимательно посмотрели, сделали так же, но гораздо хуже. Вот. А вот сцена, когда приходит поезд, набитый трупами из соседнего концлагеря, и последний выживший случайно сообщает, что скоро и этот концлагерь будет весь ликвидирован. На правду похоже или это вообще бред? Нет, ну это вообще абсолютная выдумка, потому что если в лагере уничтожили трупов на целый состав, это значит, что их кто-то должен в этот состав погрузить, потому что в вагон вот тут там сколько влезает, тонн 20, наверное, это в любом случае много, это значит, что их кто-то должен грузить. Если их уничтожили, то вопрос, кто их грузил. Вот сразу вопрос, что немцы, что ли, их потом грузили, которые их уничтожили? Нет, это всё утилизировалось на месте. Просто зачем везти трупы из одного лагеря уничтожения в другой лагерь уничтожения, чтобы там их утилизировать? Чушь собачья. Их же везут не просто так, а на поезде по железной дороге. Такое впечатление, что в разгар войны у железнодорожной системы Третьего рейха не было никаких других задач, кроме как возить трупы по железной дороге при помощи паровоза расходуя драгоценный уголь и загружая железнодорожную сеть. Это полная ерунда, такого быть не могло и не было, насколько я знаю. А то, смотрите, давайте сейчас, значит, из Дахау привезём кого-нибудь в Освенцим, из Освенцима в Собибор, из Собибора в Треблинку, из Треблинки в Майданик отличный получится труп-тур. Ну и коронка. Коронка – это фраза, что в душе у него товарищ Сталин, когда они там готовятся к убийству там этих самых эсэсовцев. Значит, фраза, я так понимаю, это для того, чтобы показать, что всё-таки эти люди были немножечко как бы советские, и при этом вы высказались на тему того, что всё-таки с каких-то человеческих позиций пытались показать, как немецкий офицер стал начальником концлагеря, т.е. это типа, ну как бы можно расценить как попытку примирения, ну сложно тут высказаться, попытку примирения кого с кем, ну в общем, советского, сравнение советского и немецкого, нацистского. Я вообще не знаю, где у них там в душе был товарищ Сталин, это, видимо, хотели показать, что у них зверство в душе, вот они могут убивать людей, потому что у них в душе товарищ Сталин, а он постоянно, конечно же, убивает людей, поэтому и они могут убивать людей, поэтому они ценные военные, а то, что там немцы попытались какой-то страны оправдать, так Константин Хабенский там всё раскрыл, он хотел сказать, что ему нужно было показать, что с немцами тоже было не всё однозначно, что нацистам, особенно нацистовцам, нужно, если не посочувствовать, то попытаться их понять, почему они такие стали, вот, это прям прямым текстом было сказано. Ну, эта фраза, мне кажется, наоборот, как бы была с позиции того, что товарищ Сталин как бы придаёт им сил, так сказать, на сопротивление, на борьбу и на прочее, т.е. с позитивных, так сказать. Да с каких сил? Там же дело в том, что все эти вот, у которых нет товарища Сталина в душе, они убивать людей не могут, а вот у кого товарищ Сталин в душе есть, чем человеку убить, да как высморкаться? Вот там был момент, когда начали убивать охрану, там один никак из евреев не мог взять и убить человека, потому что он был иностранный, не советский еврей, а советский еврей со Сталина в душе, хочешь тебе нациста замочить – замочит нациста, не нацисты и не нацисты тоже замочит, кого угодно замочит, потому что если Сталин в душе, то это просто готовая машина смерти. Вот. Вроде всё, ну тогда всё. Всем пока, смотрите хорошее кино, а плохое наоборот – не смотрите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова